все хорошо хорошо здравствуйте здравствуйте начинаем новый сезон с радостью с надеждами что все будет прекрасно благополучно и всех будет рост и у детей у нас и сегодня у нас с вами такая интересная с какой точки зрения земная тема мы будем говорить про чувственный мир про сенсорное развитие детей дошкольного возраста если у меня хорошо видно и слышно ставьте огонечек салева чата на по традиции в чат можно задавать вопросы я их конечно же читаю и стараюсь отвечать по мере поступления либо отвечу на них после вебинара поэтому спрашивайте комментируйте давайте обратную связь и сейчас будем говорить вот об этом о сенсорном воспитании которое в силу многих причин иногда оказывается недооцененным и недооцененным прежде всего не педагогами а родителями помню что дети воспитываются в родительских семьях и там мало обращают внимание именно то что нужно воспитывать развивать сенсорику ребенка а это для нас очень важно почему это важно потому что сенсорное воспитание и формирование вот сенсорных эталонов лежат в основе всего будущего благополучия ребенка и на эту почву на почву хорошо развитой чувственности потом лягут хорошо развитые мыслительные операции умение чувствовать эту жизнь умение разбираться в этой жизни интуиция и много много всего еще но и кроме того если человек не овладел материальным миром когда ему будет жить очень неуютно потому что вслед за формированием знаний о чувственной стороне мира еще и формируется умение с этой стороны мира взаимодействовать давайте представлюсь для тех кто видит меня в первый раз я психолог нейропсихолог и очень часто когда рассказываю какие-то темы прибегая именно к нейропсихологическим трактовкам потому что они оправданы то есть когда мы показываем когда мы видим как работает человеческий мозг многие вещи в методике в планировании работы нам сразу же становятся ясными все встает на свои места и больше не представляет никаких трудностей и так что мы должны с вами сделать в этой области для деточек дошкольников прежде всего сформировать систему сенсорных эталонов говоря простым человеческим языком познакомить ребенка с окружающим миром и дать возможность понять какой он на цвет запах форму вкус тяжелый или легкий шуршавый или гладкий передвигающийся или неподвижный пахнущий или не пахнущий и так далее то есть очень много свойств предметов мы должны детям рассказать и научить детей видеть эти свойства отличать одно от другого и использовать кроме того здесь есть еще вторая сторона то есть взаимодействие с окружающим миром мы еще в процессе дошкольного действия формируем у детей умение действовать и взаимодействовать ну и хорошо бы чтобы ребенок научился концу дошкольного возраста самостоятельно обследовать окружающий мир и даже делать какие-то выводы по поводу того как он устроен что мы вообще об этом знаем вот теперь уже небольшой экскурс в анатомию и нейрофизиологию но я думаю что это будет полезно что мы знаем вообще про детский мозг и про то как формируется эта сфера нашей психики детский мозг вообще мозг ребенка когда он рождается и только появляется на нашей земле это практически чистый лист и если он владеет некими инстинктами и может с помощью этих инстинктов взаимодействовать с окружающими людьми с окружающими мирами то вся информация про внешний мир начинает записываться только после рождения ребенка для того чтобы овладеть внешним миром ему нужно все это потрогать попробовать пощупать погрызть попробовать на вкус и так далее а в отличие от животных которые рождаются с неким инстинктивным знанием о том как устроен мир человеческие детеныши так не рождаются и это оправдано потому что каждый ребенок запишет на ну в карту памяти условно говоря своего мозга то что нужно именно ему и это будет его личный опыт то есть мы все хранители личного опыта и это очень здорово и постепенно включаются части мозга в работу сейчас расскажу как это происходит ну и дошкольное детство это время когда как раз все части мозга одна за другой должны включиться в работу то есть к школьному детству в основном мозг сформирован особенно в том что касается знакомства с окружающим миром он уже сформирован дальше уже начинают формировать формироваться лобные доли и там уже возникает воли церковные и так далее поэтому то что упущено к детству в детстве может закрыть путь к владению многим многими знаниями и часто мы видим в своей практической работе что когда у ребенка пропускается этап знакомства с сенсорикой потом у него слетают какие-то учебные действия учебные операции и когда мы возвращаем его обратно и начинаем действие манипуляции с предметом и заново проходим этот путь у него в конце концов и учебные операции учебные действия восстанавливаются как это устроено изнутри смотрите все сигналы которые приходят из окружающего мира попадают на первый уровень это уровень рецепторов то есть их задача научиться принимать сигналы рецепторов у нас вот сколько все рецепторы органов чувств вы все их видите внизу этой картинки ну и по сути каждый из этих рецепторов занят одним он переводит сигналы окружающего мира но условно аналоговые волновые в электрические сигналы которые нас потом идут по головному мозгу все рецепторы у нас находятся в своих точках и каждый принимает только свой сигнал то есть мы не видим ушами и не слышим глазами на втором уровне это проводниковая часть сигналы идут дальше и когда стали заниматься анатомией головного мозга увидели что вот на втором уровне уже нервные пути перекрещиваются и они способны электрические сигналы передавать ну от одного рецептора в другом потому что если допустим глаз ловит только световые волны а ухо ловит только звуковые волны то когда они их превратили в электрические сигналы это одно и то же и ими можно обмениваться таким образом уже на втором уровне электрические сигналы обмениваются и что происходит с человеком человек обладает теперь возможностью свои ощущения превратить восприятие то есть он может воспринимать предмет целиком во всем богатстве его проявлений ну и наконец эти сигналы приходят в достаточно такую небольшую центральную часть коры головных полушарий где они идут ну вот примерно вот так вот перекрещиваются и здесь идет обмен информации здесь уже работает воля человека сюда же приходят сигналы от речевых центров и человек способен с помощью внутренней речи с помощью своих логических операций обрабатывать ту информацию которую у него уже получена таким образом вот у нас три блока три поля три вида полей скорее которые отвечают за сенсорику а еще раз первое это периферия это органы чувств во второе это анализ раздражение и переход сигналов обобщение информации и третье это это зона которая есть только у человека это зона планирования то есть здесь помощью речи и мышления мы осуществляем планирование на основе информации полученной от сенсорных чувств таким образом для того чтобы человек считался овладевшим своими чувствами и ощущениями он должен пройти три пути первое это освоить свойства предметов и называть их второе усвоить знания об этих предметах и практическое использование и затем уже на третьем уровне научиться классифицировать анализировать этот предмет и когда все это получается человек может творчески интерпретировать то есть зная о свойствах этого предмета он может этот предмет каким-то образом своей жизни применить так как еще никто не применял вот если все это понятно потому что материал довольно сложный поставьте пожалуйста огонечек ну и задайте любые вопросы а я пока она приведу пример но психологи очень любят фрукт лимон потому что он сразу же выдает такие внутренние ощущения и так посмотрим как человек может познакомиться с лимоном на всех трех уровнях чтобы было точно понятно вообще о чем идет речь итак маленькому ребенку дали лимон он его потрогал понял что он прохладный шероховатый если ему дали разрезанный лимон он его тут же попробовал поморщился и понял что это кислый вкус на втором этапе знание и практическое использование что здесь можно как можно использовать да то есть например ребенок которому этот лимон дали и который уже на втором этапе находится он может сказать фу я это не буду есть это кисло и отвергнуть с презрением может если ему кислый вкус понадобился или он его радует каким-то образом обмакнуть лимон сахар таким образом съесть то есть умение как практически использовать ну там разные детки научены они могут там лимонад сделать и так далее но на третьем этапе ребенок зная про какие-то свойства лимона допустим то что он желтый что он кислый что он ароматные и так далее может попробовать его как-то использовать ну например тот же лимонад в лимонные кексы может его нарисовать может кому-нибудь подсунуть этот кислый вкус ради шутки и так далее то есть уже какие-то целенаправленные действия вот то есть мы должны детей провести по этим трем путям и как это происходит процессе развития давайте посмотрим здесь идет привязка к возрасту но уважаемые коллеги это скорее некие этапы развития потому что у многих из вас комбинированные инклюзивные группы поэтому вполне себе может быть что в вашей подготовительной группе сидит товарищ который будет еще обследовать предметы и тогда мы для него конкретно планируем работу основываясь но на нормативном возрасте два-три года да идем с этого пути то есть два-три года самая главная задача ребенка на этом этапе обследовать все предметы и понять их первичные свойства задача помогающих взрослых родителей воспитателей эти свойства назвать с помощью слов это здесь ребенок начинает понимать что такое большой маленький а выучивает основные цвета понимает откуда идет звук ну и может различать звуки сильно отличающиеся по спектру например звук машины от звука ручья может отличить до особо умный начинают различать звуки в одном спектре например отличить грузовик от легковушки по звуку и ручей от воды текущая из тоже по звуку но пока еще звуковысотные контуры звука например звучание музыки им еще не неведомо дальше в этот же период начинаются установление сходства и различия то есть чем похоже чем отличаются предметы и сериация то есть пирамидки любые это выстраивание по возрастанию убыванию опять-таки для того чтобы отточить навык сравнения предметов ну просто до совершенства и вообще в сенсорике в сенсорном развитии есть два основных инструмента первое это наблюдение а второе это сравнение то есть мы что-то видим и мы то что видим сравниваем с тем что у нас есть таким образом информация присоединяется к той которая уже имеется в нашем распоряжении 3-4 года задание на систематизацию классификацию по нескольким признакам и здесь же мы начинаем работать на межмодальный перенос как раз в этом возрасте хорошо развивается второй блок вот поля второго уровня и если мы работаем делаем упражнение на межмодальный перенос то в таком случае у ребенка быстрее складывается цельный образ предметов и умение с ним манипулировать 4-5 лет уже самостоятельный анализ предметов по нескольким признакам прошу прощения описание предметов с использованием речи здесь же дети уже понимают практическую пользу предметов и эталонные признаки отдельных предметов ну например хорошее яблоко должно быть большим сладким и красным хороший стол должен быть устойчивым деревянным и с мягкой подушечкой 5-6 лет это изучение описание сложных предметов здесь же дети начинаются интересоваться уже цифрами и мы переходим к шкалам шкалирование это некий такой процесс когда мы задаем показатели и предлагаем предмет и сравнить по показателям ну например измерить длину линейкой изметь из измерить высоту звука и так далее и шесть-семь лет ребенок здесь уже способен произвольно сконцентрироваться на важных деталях предмета начинает различать тонкие оттенки и хорошо классифицирует при помощи логических операций способен создавать системы с под системами с над системами и так далее вот это такой уровень и вы видите что проходя по этому пути ребенок идет от предметов его образу и от каких-то действий с предметами к логическим операциям то есть когда мы пишем программы когда мы пишем планы работы мы должны вот это направление держать в голове что еще мы держим в голове прежде всего опоры на познавательную активность ребенка то есть мы даем то что ребенку в этот момент важны и интересны второе это движение от простого к сложному не даем сразу сложные вещи даем попрактиковаться на простых от частного к обобщенному сначала изучили все фрукты потом сказали вот это 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 фрукты закрепление практической деятельности ну и конечно включение во все виды работы во все виды деятельности потому что на самом деле сенсорное воспитание это способ ребенка в этом мире быть достаточно благополучным и счастливым в любой деятельности итак начнем с первого этапа прошу прощения выпало уже к вам вернулась ведь если видно и слышно ставьте огонечек пожалуйста и и первый этап это система создания сенсорных эталонов что это такое это некие обобщенное представление о свойствах и качествах предмета и мы выделяем вот такие эталоны конечно здесь список неполный его можно продолжить но опять-таки это список более широкий чем обычно принято ну давать например в детских садах младших группах что какие эталоны мы даем детям эталоны цвета это понятно эталоны формы это в принципе тоже никем не обсуждается эталоны пространственного положения и направлений у нас сейчас детки много сидят поэтому нужно позаботиться о том чтобы дети вот эти эталоны тоже получили они получаются в бурной деятельности потому что понять что такое сверху вниз это значит спрыгнуть с какой-то бред чкина пол а что значит слева и справа можно понять в игре с ничем например эталоны величины разнообразной эталоны времени эталоны звучания звуков речи звуковысотных интервалов но и в то же время эталоны допустим тепло-холодно скользко-ширшаво и так далее то есть эталоны которые связаны с телесными ощущениями как правило на них обращается меньше внимания но и это не очень правильно потому что телесные ощущения телесные эталоны это все-таки основа чувственности ну и если говорить про какие-то методы и пособия то здесь на мой взгляд ничего пока лучше не придумано а чем придумала мария монтесори конечно она работала с особыми детьми как бы мы сейчас сказали но вот сама система эталонов которые она создала она очень даже рабочая и сама мария монтесори говорила о том что игрушки не так важны для ребенка как важно знакомства с окружающими предметами чтобы ребенок видел вокруг себя разные предметы и мог с ними познакомиться с причем самостоятельно то есть здесь проповедовалась самостоятельная деятельность с минимальной поддержкой взрослого и от взрослого нужно было создать ну вот такую определенную богатую окружающую среду в которой ребенок мог бы позаниматься на сегодняшний день у нас есть центры монтесори ну и я знаю прекрасные детские сады в которых создается комната монтесори как раз чтобы дети занимались развитием сенсорных представлений давайте посмотрим какие пособия могут там быть ну и сразу же все показываю рассказываю потому что таких пособий в принципе много даже не в системе монтесори сейчас у нас рынок наполнен детскими игрушками просто нужно понимать что выбирать но и второй момент многое из этого при желании могут сделать самостоятельно например умельцы родители ну и в любом случае это обойдется не так дорого как оригинальные какие-то вещи из системы цвет форма величина то есть это самый первый этап то что предлагается малышам освоить вот первые такие эталоны предметов здесь же можно проводить игры на сопоставление ну вот такая вот игрушечка сделанную уже руками воспитателей то есть сопоставить это красное и это красное красная прищепочка и красный сектор на круге через игры на сопоставление ребенок понимает что такое цвет иначе он будет его путать с какими-то другими эталонами ну вот это оригинальный оригинальное пособие монтесори розовая башня здесь с этим пособием мы формируем понятие большой маленький ну и развивается наторика мелкая координация ну по сути это пирамидка и здесь как бы она лишена того разноцветия привычного нам сделала специально чтобы ребенок не отвлекаясь на разные цвета мог поработать вот с этими эталонами эталонами большой маленький но здесь еще высоко низко потому что когда мы даем разноцветную пирамидку ребенок например осваивает цвета запоминает что зачем идет и и не понимает что здесь нужно сравнивать по величине еще одно пособие классическая коричневая лестница здесь формируется понятие толстый тонкий то же самое сравнение по толщине тонкости и выстраивание в некие ряды цветные цилиндры их много здесь есть цилиндры которые различаются по весу по длине и по ширине а есть те которые различаются по всем трем параметрам и нужно подбирать цилиндры вставлять в их определенные отверстия геометрический комод аналогов тоже очень много я видела разнообразных ну то есть это такие доски сортировщики интересная вещь это развитие тактильных ощущений и мы здесь вот внизу слева видим тоже самоделку педагогическое творчество такое да в чем здесь суть мы предлагаем детям на ощупь сравнить поверхности и он должен выбрать два предмета с одинаковыми на ощупь поверхностями не используя зрение тоже закрытыми глазами то же самое тактильное лото также действуют доски для ощупывания примерно то же самое то здесь нужно сравнить по степени шершавости аналог делается как вы понимаете из наждачной бумаги с разными номерами тоже все это можно сделать легко и просто и это дает очень хорошее развитие тактильности у ребенка а где тактильность там мелкая моторика рук а где мелкая моторика рук там хорошая речь ну и дальше последующие более сильное активное развитие ребенка шероховатые таблички то же самое цветные таблички их несколько в системе монтесори вы видите например что первые крупненькие таблички там только локальные цвета всего три а потом добавляются цвета добавляются оттенки и в последнем наборе уже появляется монохром то есть есть оттенки серого и есть цветные таблички то же самое если хотите ну условно бесплатный вариант то можно зайти в магазин где товары для дома и ремонта и набрать таблички пробники которые лежат где-то рядышком с образцами краски разных красок и вам дадут их бесплатно вы их сможете взять и использовать в работе вот такие вот советы надеюсь что они вам нужны если нужны ставьте огонечек тепловые таблички берем разные материалы которые дают на ощупь разное тепло ну допустим если мы возьмем меховую кусочек меха и металлическую пластинку то металлическая пластинка она будет на ощупь ощущаться как более холодная а меховушка как более теплая и здесь уже сенсорные талоны теплого холодного то есть чем мне нравится вот эта система тем что сенсорных эталонов не гораздо больше чем в каких-то классических системах где мы рассматриваем например величину цвет и форму а здесь сенсорное развитие ребенка но идет очень быстро и горизонт его познаний расширяется из той же серии весовые цилиндры ну то есть эталон веса тяжелее легче и шумовые цилиндры это развитие неречевого слуха очень хорошая вещь потому что на основе развитого неречевого слуха быстрее складывается речевой слух и умение слушать и слышать и различать отдельные звуки и слова предложения и так далее ну и обязательно монтезори это зона практической жизни где ребенок может своими ручками попробовать все те операции которые делают взрослые люди в своей жизни и просто прелесть для детей радость для детей это мокрая комната где можно переливать воду наливать в разные емкости пускать мыльные пузыри и так далее это все дети очень любят то есть вот эта система монтезори либо что-то похожее на нее это как раз помощь в развитии сенсорики на первом этапе когда ребенок учится владеть своими анализаторами и когда он очень очень быстро накапливает знания об окружающем мире в разных его модальностях и преломлениях мы сейчас переходим ко второму этапу и это этап создания целостного восприятия предметов это уже работа в которой заняты вторые поля анализаторов то есть когда у нас сигналы от одного поля переходят к другому ну и здесь очень важно что ребенок может справиться с подобными заданиями если у него уже хорошо развито восприятие ну и вот подобные таблички что первое что вторая они очень хороши для диагностики детей у которых целостное восприятие по каким-то причинам не сформировалось вопросик в чат на засыпку что с точки зрения нейропсихологии как вот как вам кажется что нужно делать если ребенок проседает вот в таких заданиях и вы делаете вывод что целостное восприятие не сформировалось что можно сделать для таких детей как их можно поразвивать но здесь первое это выделить предмет из шума выделить всех животных которые ребенок видит а второе это дорисовать до целого по образцу здесь нужно понимать чего не хватает понимать что нужно дорисовывать ну в общем такая достаточно сложная работа на этом же этапе проходит обогащение сенсорного опыта и мы постепенно то есть это этап примерно с 3 до 5-6 лет там у детей все очень индивидуально здесь мы постепенно выстраиваем систему обогащения каким образом мы добавляем оттенки оттенки но если мы возьмем краски например и цвета то это будут оттенки по светлоте и темноте по насыщенности и бледности цвета основного мы начинаем проговаривать детям что бывает ярко-желтый светло-желтый оранжевый светло-голубой ярко-голубой темно-синий и добавляем в нашу палитру эти цвета мы начинаем различать предметы по нескольким модальностям модальность то есть это свойство одного анализатора то есть зрительное впечатление это зрительная модальность слуховые впечатления слуховая модальность и здесь например если вы посмотрите на картинку с цилиндрами то здесь уже идет развлечение например как я уже сказала по высоте ширине и весу сразу по трем вместе и это такая достаточно сложная работа по обобщению что здесь еще какая работа должна быть это работа по дифференциации ощущений любых то есть здесь мы работаем и со зрительными и со звуковыми и с тактильными и с ольфакторными с обонятельными и со вкусовыми можно поработать у меня из головы не выходит пример в работе когда шестилетние дети ну когда им завязали глаза и предложили попробовать на вкус ну самые банальные там огурчики помидорчики киви и яблочко с трудом отличили вкус друг от друга это было им достаточно сложно сделать поэтому где-то в среднем дошкольном возрасте мы занимаемся тем что разводим ощущения делаем более отчетливую разницу между ощущениями ну например от оперирования словом красный или розовый мы приходим к оперированию словом ярко-розовый, светло-розовый, темно-розовый следующее что нужно сделать и что важно ну какие упражнения запланировать это упражнения на сенсорную интеграцию ну и опять таки исходя из схемы которые я вначале показывала первичные, вторичные, третичные поля здесь мы работаем со вторичными полями помогая ребенку переносить ощущения из модальности в модальность то есть мы берем основные сенсорные системы и начинаем работать с двумя или тремя из них звучит сложновато на самом деле это такие упражнения как например узнать предмет на ощупь и назвать волшебный мешочек то есть здесь не доставая из мешочка например можно это сделать найти какой-то предмет по описанию в волшебном мешочке и вытащить его оттуда ну задание строго наоборот то есть в первом случае мы переводим из тактильной модальности в речевую да или в зрительный образ а во втором случае действуем строго наоборот в любом случае это межмодальный перенос который очень хорошо формирует связи между нервными окончаниями мозга ребенка то есть прям мы вот занимаемся волшебным мешочком а внутри мозга ребенка начинают вырастать новые нейрончики это же здорово вариант какой еще может быть назвать предмет который видит то есть перевести зрительное ощущение в слова нарисовать то что услышал мы о чем-то говорим а ребенок должен перевести в зрительное ощущение найти на ощупь показанный предмет мы его показали и сказали найди на ощупь точно такой же зрительное ощущение переводится в тактильность вот опять таки если понятно ставьте огонечек здесь таких упражнений сотни я думаю о конкретные упражнения и игры говорить не надо потому что у каждого педагога своя копилка и если вы понимаете принцип тогда вы просто оставите эти упражнения в свой план делаете их постоянно целенаправленно и ребенок учится создавать некие такие вот восприятия некое восприятие предмета а что еще важно как я уже раньше говорила мы не можем просто ребенку сказать про свойства окружающих предметов и если он сам это не попробует не пощупает он можно сказать ничего и не узнал поэтому с предметами нужно каким-то образом повзаимодействовать и у нас есть такая палочка вручалочка как исследовательская деятельность и исследовательская деятельность тоже очень хорошо работает с точки зрения сенсорики почему что это такое вообще и как это делать ну во первых когда мы вводим ребенка в исследовательскую деятельность то ребенок как бы проявляет свой интерес и уже мы идем за ребенком и не он за нами эта деятельность очень хорошо совпадает с потребностями ребенка потому что вообще дети в дошкольном возрасте они исследователи то есть это для них органично это для них естественно и наша задача просто предоставить им материал для исследования и направить ну вот в определенное русло и второе здесь уже чем больше мы даем ребенку поиследовать тем быстрее он развивается и идет эффект такого хорошего снежного кома то есть ребенок исследуя окружающий мир становится умнее и он может еще активнее исследовать окружающий мир главное охоту не отбить ну и что мы можем сделать с точки зрения исследовательской деятельности это конечно опыты разнообразные опыты которые ребенок или наблюдает если там огонь и какие-то неприятные вещества либо что лучше он в этих опытах принимает участие благо что тоже описание разнообразных опытов огромное количество что мы можем посмотреть состояние вещества любимый наш лед вода и пар движение воздуха и воды почва и минералы мы можем пронаблюдать за растениями насколько я понимаю сейчас с анпином хомячки в группах запрещены напишите пожалуйста в комментариях если это так но у нас в области по крайней мере уже всю эту роскошь не держат в группах запретили но тем не менее можно понаблюдать за птичками на приусадебном участке например и тоже включить это наблюдение в свою жизнь второе что мы можем то есть мы поговорили о том что дети могут опыта провести второе направление исследователей исследование это классификация то есть какие есть виды растений виды животных чем они отличаются да вот тоже давно запрещено поэтому живность не живет у нас группа какие есть виды животных чем отличаются чем похожи виды строительных сооружений транспорт профессии и так далее то есть здесь мы уже ребенка вводим в классификацию ну и более такое серьезное исследование окружающего мира когда мы начинаем исследовать используя все потоки информации то что мы смогли потрогать пощупать то что мы смогли например увидеть на видео фрагментах то о чем мы смогли прочитать ну либо выслушать на слух рассказы воспитателя либо мамы здесь у нас то что называется мультимедийная подача материала и когда все это складывается вместе получается цельный образ предмета явление нашей жизни вообще цельный образ жизни поэтому здесь уже на этапе такого среднего дошкольного детства где-то с четырех-пяти лет четыре-пять лет мы можем исследовать наблюдать моделировать ходить на экскурсии брать интервью у людей ходить по музеям то есть это такая разнообразная деятельность и как вы понимаете если первый этап это была деятельность по освоению предметного мира где ребенок взаимодействовал с предметом то став постарше дети начинают уже взаимодействовать с миром через носителя знаний через человека и здесь уже вот сенсорное развитие еще входит фигура ну взрослого передающего информацию это тоже важно ну и здесь как пример опыты с водой самый дешевый и бесплатный материал для опытов и мы можем исследовать разные свойства вот один из опытов который мы проводили цветные стаканчики берем стаканчики средний стаканчик остается с прозрачной водой причем ее немного здесь у нас работает закон сообщащихся сосудов в крайние стаканчики наливаем синюю и желтую водичку выкладываем бумажное полотенце свернутое трубочкой и с удивлением смотрим как в среднем стаканчике откуда ни возьмись возникает зеленая вода есть о чем поговорить вот то есть здесь мы уже исследуем и второй метод который очень хорошо работает в сфере сенсорного развития и воспитания это метод проекта потому что это практическая деятельность потому что здесь задействованы все дети а для детей в возрасте 4-5 лет уже очень важно чтобы у них была команда то есть опять таки еще раз повторю здесь в исследование мира еще и входит общение с другим человеком который является носителем информации здесь идет активный поиск передачи информации и дети друг друга взаимно обогащают вот как например может быть решен проект про космос можете себе перечислять загибать пальчики что мы какие модальности мы здесь используем берем энциклопедии смотрим картинки смотрим картинки да если воспитатель читает нам информацию то еще и ушами слушаем эту информацию да либо ребенок уже сам читает и это уже речевой канал мы смотрим на карты звездного неба дальше нам в руки попадают вот такие вот предметы которые можно посмотреть покрутить пощупать и через свои руки через свое тело понять как работает большой огромный бесконечный космос здесь мы можем сделать модели например кораблей планет солнечной системы из любого конструктора из подручного материала и поучаствовать самому как бы уже творческое восприятие здесь мы можем сделать зарядку космонавтов и понять на своем теле например что такое невесомость если воспитатели нас поставили на качающиеся платформы на неустойчивые платформы либо на мечи вот сколько всего получено каналы объединяются и у ребенка возникает целостное представление о таком явлении как космос ну и третий этап к которому дети приходят уже в 6-7 лет здесь с чем связан этот этап и в чем его отличие от предыдущих здесь уже в возрасте 6-7 лет ребенок может с предметом не оперировать но свойства предмета он уже усвоил и здесь свойства как бы отделились от предмета они уже у него в голове и он может оперировать не только теми предметами которые есть у него под руками но и вообще всеми предметами этого мира и более того даже теми предметами которых еще нет ну вот такое задание например для шестилеток дорисуй пожалуйста картинку чтобы она была на что-то похожа давайте попробуем посмотреть насколько мы с вами разные разнообразные и возьмем например картинку слева вверху на что это похоже напишите пожалуйста в чате и мы увидим как работает наше общее творческое мышление я специально эту картинку оставлю но постарайтесь отвечать быстро чтобы не затягивать презентацию так ответы у нас пошли кит рыбка что еще это может быть рыба а давайте договоримся не повторять если не рыба и не кит тогда на что это еще похоже дельфин так а если отойти от моря скакалка вот что еще может быть сдувшийся шарик здорово ракета и правда похоже птичка да если ноги пририсовать будет птичка если пририсовать хвост то будет ракета если пририсовать веревочку будет сдувшийся шарик вот то есть смотрите мы по сути видим только линию а в голове у нас возникает некий цельный образ предмета и мы способны вот эту линию знак привязать к цельному образу предмета на самом деле это огромное достижение человечества и это выход в такую бесконечность познания потому что а все предметы не перетрогать но если человек может воссоздать их свойства тогда он может очень быстро опознавать этот мир не важно что этих предметов рядом нет вот тазик из которого выливают воду потрясающе спасибо вам большое за этот опыт какие упражнения можно сделать на этом этапе ну например такое упражнение как новая жизнь знакомых вещей потому что здесь еще одна ремарка когда мы доходим до креативности и до игры со свойствами предметов мы еще и всегда вставляем некую практику ориентирования на практику ориентированность а то есть когда мы меняем свойства предметов подбираем свойства предметов мы это делаем уже не ради праздного любопытства а потому что нам это принесет какую-то пользу или принесет пользу всему человечеству что тоже неплохо ну и здесь посмотрите как например работают прохудившиеся теннисные шарики или пустые баночки или даже старые терки вот терки особенно классно смотрите получился такой фонарь необычный красивый домашний фонарь ночник и действительно это очень изящная работа что еще можно если бы я был тоже выход на креативность и это некая такая возможность узнать про какие-то еще дополнительные скрытые свойства предметов и может быть даже не столько про смыслы сколько еще не столько про свойства сколько еще и про смыслы потому что здесь ребенок владея абстрактными смыслами может например сказать что если бы он был морковкой то он был бы полезным и он бы раздавал всем витамины как морковка и он был таким же веселым рыженьким и может быть он также любил спрятаться в землю и оставить свой хвостик наружу здесь уже дети каждый что-то свое скажет то есть здесь у нас к ощущениям прибавляется еще и смысл какие-то упражнения про не существующие здесь тоже полет фантазии и здорово если это будет не просто полет фантазии а какая-то работа под задачу то есть например вы предлагаете детям сделать сделать марсианскую станцию на которой будет удобно жить но там же кислорода нет то есть она должна быть герметичной и как это сделать чтобы было удобно герметично ну еще и может быть дешево чтобы кубиков лего которые имеются в группе хватило на эту станцию как пример ну и здесь уже тоже выход на инженерное мышление которым должен владеть любой человек 21 века если он хочет быть счастливым и благополучным точно так же можно здесь уже играть с языком ну и развивать некие новые сюжеты используя и свойства предметов еще и смыслы ну например чтобы было с красной шапочкой если бы ее шапочка была зеленой или мальчик носил эту шапочку или ну что то еще расширяю границы сознания ну и что мы должны получить в итоге здесь уже то что называются целевые ориентиры к выходу из школы из детского сада что должен знать ребенок точно сформированы представления о различных свойствах предметов ребенок знает что вода проливается что в дерево забиваются гвозди и так далее кроме того сформированы практические навыки работы с предметами с учетом их свойств ну вот с этим вообще даже очень тяжело потому что если ребенок еще информации какой-то владеет то практические навыки как-то часто проходят вот просто мимо него и ребенок не умеет зная как этот предмет работает да какие у него свойства он не умеет этим предметом пользоваться но самый простейший предмет это язычок ребенка который прилип деревянным металлическим перилом например качели то есть зная что металл с плохой теплопроводностью да то есть что можно сразу же превратить жидкость влет ребенок все равно продолжает это делать что еще важно должны быть сформированы навыки систематизации предметов даже не учитывая что там четыре пять или шесть предметов в одну серию ребенок должен уметь систематизировать предметы по разным признакам причем по разным признакам поэтому в подготовительной группе очень хорошо устраивать детям такой выход за пределы комфорта да условно говоря и когда они делают некую систему серию предметов просить а теперь давай эти предметы переформируй в другие серии по другому признаку ну например отбирались предметы по съедобности несъедобности и отделили яблоки и помидоры от пластмассовых шариков а теперь давай мы эти предметы переформируем и разделим по цветам и здесь съедобные несъедобные оказывается в одной серии это тоже хороший навык такого гибкого общения и гибкого мышления дальше появилась возможность операции с образами предметов с помощью инструментов рационально-логического мышления например тебе принесли килограмм лимонов и килограмм клубники что ты будешь с ними делать то есть ему никто ничего не принес и ребенок говорит лимон и кислое добавлю сахар сделаю лимонад клубнику съем просто так и появилась последняя появилась возможность целенаправленного создания предметов с заданными свойствами в процессе творческой деятельности например мне нужно что-то мягкое чтобы я мог это подкладывать на свой рабочий стул чтобы мне было приятно на нем сидеть где я могу найти это мягкое это может быть поролон это может быть синтепон это могут быть старые ткани чтобы это не развалилась я делаю еще какой-то чехол это тоже как вариант умозаключений которые ребенок уже может давать к началу обучения в школе вот таким образом развивается эта история про восприятие чувственного восприятия нашего прекрасного окружающего мира ну и теперь я готова ответить на вопросы оставляя на всякий случай свои контакты так что тут не то прошу прощения надо оставить только телефон ну и вопросы готовы выслушать в чем заключается роль сенсорного развития в развитии воображения и внимания у детей дмитрий смотрите опять-таки если мы пойдем от нейропсихологии ребенок потрогал пощупал какой-то предмет узнал его свойства теперь он может не трогать этот предмет чтобы с ним что-то делать знание о свойствах этого предмета есть у него в голове тогда воображение это что это возможность представить что-то чего нету но вот то чего нету даже самые смелые фантазии они складываются на основе предметов реального мира мы не можем представить и в своем воображении смоделировать то к чему мы не прикасались вот хоть как вы можете поставить опыты например с собой или или предложить воссоздать что-то своим детям даже если они создают например несуществующее животное то у этого животного будут хвостик зубки и шерсть вполне реальных животных с которыми дети каким-то образом имели дело вот поэтому воображение не может развиться если не будут усвоены свойства обычных реальных предметов внимание смотрите внимание по сути это способность выделять чувственно выделять то что нужно в данный момент ребенку да и акцентировать на этом внимание то есть если хочется кушать то внимание ребенка выделяет свойства предметов такое как съедобность если хочется кинуть что-то в ну допустим далеко-далеко вот чтобы дальше улетела то внимание будет акцентироваться на таком свойстве как тяжесть да вес предметов ну и так далее то есть в основе всех ВПФ высших психических функций лежит сенсорика если сенсорики не будет дальше ребенок будет развиваться плохо если ответила поставьте мне плюсик современные технологии для поддержки сенсорного развития детей смотрите во первых современные технологии это плюс и минус да ведь что могут сделать современные технологии во первых на какое-то время отодвинуться от ребенка ну то есть самое плохое для развития сенсорики детей когда у него в руках мобильный телефон и он там в этом двухмерном виде делает вот это бесконечно то есть не развивается практически ничего из сенсорики что можно использовать по назначению и для пользы ребенка например возможность услышать звуки особенно для детей у которых проблемы с речью да то есть если у ребенка проблемы с речью ему нужно помогать работать над звуковым анализом и здесь мы можем дать прослушать разнообразные звуки которые воспитатель сам воссоздать не сможет но пение там 10 видов птиц или жужжание 10 видов насекомых мы хоть как так не пожужжим но здесь вот есть возможность посмотреть послушать то есть особенно в зрительной звуковой модальности мы можем что-то воссоздать вот а что еще из технических средств интересно это обратите внимание на интерактивной песочнице потому что там очень много прикосновений да тактильных ощущений и это тоже очень хорошо так дмитрий спасибо за вопросы ну вот смотрите по-разному пишут но я как нейропсихолог привязываю все-таки к развитию мозга то есть я уже проговорила первый этап это знакомство второй этап это обработка информации и соединение как бы информации от разных рецептов создание образа и работа с образом третье это не с образом а с восприятием да то есть восприятие целостных образов предмета и третье это отход от предметности и работа с образом предмета когда ребенок знает его свойства и он может знать и свойства работать с образом предмета не 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 вещественным вот три этапа их по возрасту наверное нет смысла разводить точно потому что дети сейчас очень разные спасибо большое за вопросы умные вопросы так здорово ну что вопросов я больше не вижу и в разделе вопросы тоже их нету ну и тогда будем заканчивать наверное спасибо вам что вы были на этом вебинаре приходите еще и как всегда было очень приятно для вас работать с нетерпением с жду наших новых встреч до свидания хорошего начала учебного года ну и благоприятной теплой осени спасибо анбитрии вам тоже всего доброго и до свидания и